Добрый день, мы находимся с вами на финише третьего этапа в городе Эйлад на Красном море. Сейчас мы находимся с вами в специальном месте, которое расположено с линией финиша примерно на 150 метров позади. Это зона для персонала команд, здесь находятся массажисты и принц-служба команд, которые будут встречать иконечку после финиша. Виз-за-ви напротив нас находится такая же палатка, в которой сидят журналисты и так ждут финиши, и они смотрят на экран, показывают прям перегонку. Пока все тихо спокойно, до финиша еще 16 километров, но примерно за 3-4 километра до финиша здесь начнется настоящее стопотворение. Будет очень много народу, все команды, по 2-3 человека от каждой команды, то есть около 60-70 человек, все соберутся здесь. На той стороне будут журналисты, которые также будут ждать гонщиков, телевизионщики, пишущие прессы. Будет очень много народу. Барнах происходит на финише каждый раз. Очень много народу, очень много гонщиков, очень много встречающих. Персонал, журналисты. Коммершансы, Милетра, Килл, Батюль, Батюль. Могу сказать по секрету, сегодня ни одна команда не массируется. Только мы массируемся. Как, гамма? ДН. Я знаю, что мы не помним. У нас не помним всех, у нас не помним все. Мы не помним все, мы помним все, чтобы было не помним. Мы не помним все, что здесь есть. Обычно все это для всех. И мы не можем в Катане и Сисири и в других этапах. Это был длинный этап, но мы были очень быстро. Я думаю, что я никогда не делал рейс так быстро, как мы делали в последние 50 километрах. Я думаю, что на average должно быть более чем 60 километрах. Это было довольно страшно, но, в результате, мы делали до финансов, без каких ступидных крэшов. И я думаю, что день был сделан. Я думаю, что для меня это был очень позитивный началь. Потому что первые два дня здесь в Исраиле были очень сложные, с холодным воздухом. И мои ноги не чувствовали лучше, поэтому для меня это было сюрприз. И это было очень полезно, чтобы у нас были такие ощущения в Кроно. И, в общем, для команды, мы не знали много важных объектов, только чтобы сохранить энергию и не потерять много времени с Мигель. И чтобы остаться в фронте, не принимать слишком много рисков. И я думаю, что главный объект для команды, что это было выполнено. Поэтому сейчас начинается настоящий гиро для нас. И мы увидим, в Сисилии, если мы сможем начать сделать отличие. Очень хорошо. Хороший время и хорошие люди. И я думаю, что это было очень хорошо. И я ожидал, что меньше людей, чем здесь было. И я думаю, что это не так плохая идея. И это было очень хорошие три дня. Очень хорошо. Я всегда люблю найти хорошие места. Новые места для меня. Я никогда не был здесь раньше, поэтому для меня это было хорошая опыт. Я бы хотел вернуться снова. Белый город. Мы были в прекрасной городе. Было немного сложнее для начала, для того, чтобы все материалы и транспорта. Но сегодня сегодня все, что будет вернуться в Италию. И так мы продолжаем наш гиро в Италии. И в силу. Хорошая страна, со своими традициями. Шаббат. Были вчера. Не давали нам пармезану кушать? Ну что поделать? Законы и законы. Правила. Надо соблюдать. Еще принцесска. Я сейчас тебе покажу принцесску. Вот смотри, видишь мне принцесса какая? Видишь? Че как не скучаешь? Первые три этапа гиро в Италии у нас закончились. Мы сейчас собираемся. И сегодня ночью уже улетаем на Сицилию. Так что завтра у нас перелет. Опять собираем. Все по новой. Готовимся. И послезавтра уже будет тяжелый этап по Сицилийскому острову. В общем все нормально. Так что смотрите, ждите. Болейте за нас. Может быть пару дней у нас не будет таких, так скажем, свежих новостей. Потому что наш киношник решил куда-то убежать от нас. Но ничего страшного, он вернется. И мы продолжим вам рассказывать, как мы живем внутри, чем мы занимаемся.